Добрый вечер, друзья! Мы начинаем шестую, шестой вечер с героями книги Гарри Поттера «Проклятое дитя». Будем начинать со сцены одиннадцатой. До сих пор произошли следующие события. Здравствуйте всем! Сегодня Альбус Поттер и Скорпиус Малфой решили вмешаться в временные события. И после того, как они украли время ворот из кабинета министра магии Гарри Поттера, они переместились во времени и попытались спасти Седрика Дигари. В результате они попали в целых два временных разлома. В одном еще существовал Альбус Поттера. Во втором временном разломе оказалось, что спасая Седрика Дигари, они его унизили. И в результате тот так изменился, что он убил Невилла, который в финальной битве за Хогвартс должен был убить Нагину, змею, помните, Воландеморта. В результате змея не была убита, не был убит Воландеморт, и Воландеморт остался жив. И в мире наступил мир Воландеморта. В этом мире из армии Дамблдора остались в живых фактически только Рон Гермиона и Злей Злотеус. Ребят, я не помню, как он в фильме называется правильно, но вы, наверное, поняли, о ком я говорю. И когда Скорпионс оказался в этом мире, он обратился за помощью к Злею. Тот его привел к Гермионе и Рону. И Гермион и Рон вместе с Ириусом перенеслись во время Тремудрого турнира. Точно, Северус Снейп, спасибо большое. Но вы же понимаете, о ком я говорю, ладно? Потому что я читаю тех персонажей, которых непосредственно называют в этой книге. Так, и да, Северус, конечно, он Северус. Вот. Значит, они принеслись во времена Тремудрого турнира, и Гермиона смогла блокировать действие волшебной палочки Альбуса Поттера. И они не смогли навредить Седрику, то есть они не смогли на него воздействовать. И в результате, правда, Гермионе, Рону и Северусу Снейпу пришлось погибнуть, потому что они защищали Сириуса, который погрузился в озеро, и попытался таким образом перенестись в свое время, в нынешнее. И, к большому счастью, мы как раз закончили на том, что ему удалось... Нюш, пришла с нами слушать. Нюш, ты идешь сюда? Идешь? Да. Вот. Значит, ему удалось переместиться, значит, и вернуться во времени. Его там встретил Гарри Поттер, Альбус, слава богу, драка. То есть все хорошо, все оказались живы. Они вернулись в нужное время, оказались во вселенной Гарри Поттера живого, когда Хогвартсом правит профессор МакГонакл, когда Альбус и Скорпиус, слава богу, друзья. Правда, к большому сожалению, к большому сожалению, нету в живых все-таки мамы Скорпиуса Малфоя. Она умерла, но в любом случае, как бы, они оказались слава труду в своем времени. И, в общем, ура-ура, как раз, в общем-то, на этом мы и закончили, когда профессор МакГонакл очень сильно ругалась на всех, включая Гермиону и Гарри, потому что именно из-за них был не уничтожен время ворот, а его оставили, да, и поэтому дети смогли им воспользоваться. Сцена одиннадцатая, Хогвартс, спальня с Лизы Рина. С Лизы Рина, да. Альбус сидит в спальне, Гарри входит и смотрит на сына, злясь, но стараясь не выплеснуть гнева. Гарри, спасибо, что позволил мне подняться. Альбус оборачивается, кивает, он тоже насторожен. Гарри, не нашли пока время ворот. С русалидами договариваются, чтобы разрешили дно озера обыскать. Он неловко садится. Гарри, приятная комната. Альбус, зеленый цвет успокаивает, да? Ну, то есть в Гриффиндоре тоже комнаты супер, но с красным беда в том, что говорят, что от него вообще у людей крыша едет. Нет, я вообще так ничего плохого, Гарри. Можешь объяснить, зачем ты это сделал, Альбус? Я думал, мне удастся все изменить. Да. Думал, что Седрик, ну, что это несправедливо, Гарри. Разумеется, несправедливо, Альбус. По-твоему, я не понимаю? Я был там. Я видел, как он умер. Но вот так вот рисковать всем, Альбус, я знаю. Гарри, если ты хотел пойти по моим стопам, то ты выбрал не тот путь. Я в приключения, сам не лез. Меня в них швыряли, а ты поступил безрассудно, очень глупо и опрометчиво. Ты мог разрушить абсолютно все, Альбус. Да-да, я понял, хватит. Пауза. Альбус вдруг смахивает слезу. Гарри замечает это, вздыхает и берет себя в руки. Гарри. Но я тоже был неправ. Подозреваю, что Скорпиус, сын Волон-де-Морта. А он никакая не черная туча, Альбус. Да, Гарри. И я спрятал карту под замок, чтобы ты ее больше... А, ты ее больше не увидишь. Мама твою комнату не трогала. Оставила все так, как было перед твоим побегом. Ты понимаешь? Меня туда не пускало и вообще никого. Ты ее испугал. И меня тоже, Альбус. И тебя испугал? Гарри. Да, Альбус. А мне показалось, Гарри Поттер ничего не боится. Гарри. Значит, такое я произвожу на тебя впечатление. Альбус смотрит на отца, пытаясь его понять. Скорп. Альбус. Скорпиус, кажется, не говорил. Но когда мы вернулись из прошлого, когда не сумели исправить первое задание, я вдруг очутился в Гриффиндоре. Между нами с тобой лучше не стало. Значит, то, что я в слезе Ирине, не в этом беда. Не только в этом. Гарри. Нет, я знаю, не только в этом. Гарри смотрит на Альбуса. Гарри, ты нормально, Альбус? Альбус. Нет. Гарри. Нет. И я тоже нет. Сцена 12. Сон. Годрик-волощина к кладбищу. Маленький Гарри стоит у могильной плиты, сплошь заваленной букетами цветов. У него самого в руки букетик. Тетя Петунья. Ну давай уже, клади свои отвратительные цветочки, пошли отсюда. Я уж ненавижу эту жалкую деревушку. Сама не знаю, зачем сюда притащилась. В Годрикову лощину? Скорее уж, в гадкую трясину. Мерзейшее болото. Давай, пошевеливайся. Маленький Гарри подходит к могиле. Замирает. Тетя Петунья. Ну, Гарри, некогда мне тут с тобой. У Дудлечки вечером бойскауты. И ты же знаешь, он терпеть не может и опаздывать. Маленький Гарри. Тетя Петунья, мы же их последние родственники, которые в живых, да? Тетя Петунья. Да. Ты и я. Да. Маленький Гарри. Их никто не любил. Вы говорили, у них не было друзей. Тетя Петунья. Ну, Лили пыталась, царствие ей небесное, пыталась. Но она так отвращала людей, хоть была и не виновата. Плюс природа у нее такая. Напористая была девчонка. Это ее манера, ее поведение. А твой отец пакостный человек. На редкость мерзкий. Никаких друзей. Ни у нее, ни у него. Маленький Гарри. А почему тогда тут столько цветов? Вся могила ими усыпана. Тетя Петунья осматривается. Видит цветы, словно только что их заметила. И они ее очень трогают. Она подходит к могиле сестры. И садится, тщетно пытаясь совладать с чувствами. Тетя Петунья. А да, действительно. Вижу, есть немного. Видимо, надул с других могил. Или кто-то нахулиганил. Скорее всего, какой-нибудь лодырь, которым делать нечего. Насобирал цветов по кладбищу, сюда притащил. Маленький Гарри. Но ведь на всех букетах ленты с их именами. Лили и Джеймс, мы никогда не забудем, что вы сделали. Лили и Джеймс, ваша жертва. Волан-де-Морт. Я чувствую вину. В воздухе так и смердит виной. Тетя Петунья маленькому Гарри. Отойди, отойди оттуда. Она оттаскивает его от могилы. Над могилой Поттер взмывает. Вздымается. Сначала... Нюша, осторожно. Рука Волан-де-Морта. А затем он сам. Мы не видим его лица. Только силуэт ужасающего изломанного тела. Тетя Петунья. Я так и знала. Место очень опасное. Чем раньше уедем из Годриковой лощины, тем лучше. Маленького Гарри тянут со сцены. Но он оборачивается к Волан-де-Морту. Волан-де-Морт. Ты по-прежнему смотришь моими глазами, Гарри Поттер. Маленький Гарри уходит. Крайне встревожен. Волан-де-Морта вырывается Альбус. Отчаянно тянет руки к отцу. Альбус. Папа. Папа. Супер-танго. Он идет. Он идет. Он идет. Затем вопль. Прямо из глубины зала повсюду расползается шепот. Голос, который ни с чем не спутаешь. Голос Волан-де-Морта. Гарри Поттер. Сцена тринадцатая. Дом Гарри и Дженни Поттера в кухне. Гарри в ужасном состоянии. Он подозревает, о чем говорят сны. И его эти подозрения буквально парализуют. Дженни. Гарри. Гарри, да что такое? Ты кричал. Гарри. Они не прекращаются. Мои сны. Дженни. Они не могли прекратиться так быстро. Что ты? Такой напряженный период. И... Гарри. Но я никогда не был в Годриково лощине с петунией. Это... Это не... Дженни. Гарри. Ты и вправду меня пугаешь. Гарри. Он по-прежнему здесь, Дженни. Дженни. Кто по-прежнему здесь? Гарри. Воландеморт. Я видел Воландеморта и Альбуса. Дженни. И Альбуса? Гарри. Он сказал. Воландеморт сказал. Я чувствую вину. В воздухе так и смердит виной. Он обращался ко мне. Гарри смотрит на нее. Он щупает шрам. Дженни мрачнеет. Дженни. Гарри. Альбус по-прежнему в опасности. Лицо Гарри белеет. Гарри. Я думаю. В опасности все мы. Сцена четырнадцатая. Хогвартс. Спальня с Лизерином. Скорпиус зловище нависает над изголовьем кровати Альбуса. Скорпиус. Альбус. Эй, Альбус. Альбус не просыпается. Альбус. Альбус испуганно вздрагивает. Скорпиус смеется. Как это мило. Очень даже мило. И нисколько не страшно так просыпаться. Скорпиус. Знаешь, что самое странное? С тех пор, как я побывал в самом жутком из всех мест, какие только можно представить, страха у меня фактически нет. Я Скорпиус бесстрашный. Я Малфой Николышевый. Альбус. Замечательно. Скорпиус. В смысле обычно, если меня посадили под замок, наказывали навсегда, я бы сошел с ума. Но сейчас. Что они в сущности могут сделать? Вольдик-Валдырик вернется и будет пытать меня? Неа. Альбус. Когда ты веселый и довольно страшен, ты в курсе? Роза. Когда Роза... Ой, Роза, простите. Скорпиус. Когда Роза сегодня подошла ко мне на зеле и деле и назвала хлебодуром, я ее чуть не обнял. Точнее, нет. Никакого чуть. Я и правда попыталась ее обнять, а она пнул меня по ноге. Альбус. Я как-то не уверен, что бесстрашие пойдет на пользу твоему здоровью. Скорпиус задумчиво смотрит на Альбуса. Альбус. Ты не представляешь, до чего хорошо сюда вернуться. Там было просто отвратительно. Альбус. Если не считать, что Поли Чепман втюрил из тебя по уши. Скорпиус. Седрик там оказался совершенно другой. Мрачный, опасный. Папа мой выслуживался, как послушная собачонка. А я... Скорпиус тоже бывает совсем другим, видишь ли. Привилегированный. Жестокий, злой. Люди меня боялись. Нас всех как будто испытывали. И мы дружно провалились. Альбус. Но ты же это изменил. Тебе дали шанс. И ты поменял время обратно. И себя обратно поменял. Скорпиус. Только потому, что знал, каким должен быть. Альбус это обдумывай. Альбус. Ты считаешь, меня тоже экзаменовали, да? Скорпиус. Нет. Пока нет. Альбус. Ошибаешься. Глупость не первое наше путешествие во времени. Каждый может дать маху. Глупость. Это высокомерие, которое опять меня туда погнало. Скорпиус. Мы оба туда вернулись. Альбус. Альбус. А почему я так туда стремился? Ради Седрика? Неужели? Нет. Я доказывал. Неизвестно что. Прав папа. Он не искал приключений. А я искал. И я во всем виноват. И если бы не ты, мир накрыла бы тьма, Скорпиус. Но не накрыла. За что и тебе спасибо. Когда дементоры были у меня в голове, Златеус злей велел думать о тебе. Тебя, Альбус, может быть, там и не было. Но ты сражался. Сражался вместе со мной. Альбус кивает. Он очень тронут. Скорпиус. А спасти Седрика не такая уж плохая была мысль. Но во всяком случае, мне так казалось. Хотя, сам понимаешь, пробовать еще раз нам точно не стоит. Альбус. Да, я понимаю, понимаю, Скорпиус. Хорошо. Тогда помоги мне уничтожить вот это. И Скорпиус показывает Альбусу время ворот. Альбус. Я отчетливо слышал, как ты сказал всем, что он на дне озера. Скорпиус. Выходит, Малфой, неколышемый, умеет искусно врать. Альбус. Скорпиус. Надо сказать кому-то. Скорпиус. Кому? Министерство его уже припрятывало. Ты уверен, что они его опять не сохранят? Мы одни испытали, до чего он опасен. Значит, нам его и уничтожить. Никому нельзя делать то, что мы и натворили. Никому. Нет. Пора сделать путешествие во времени достоянием прошлого. Альбус. Ты очень горд этой фразочкой, да, Скорпиус? Ага. Весь день над ней думал. Сцена пятнадцатая. Хогварт, спальня с Лизериной. Гарри и Джинни быстро идут по спальне. Крэг следует за ними. Крэг. Я вынужден еще раз повторить. Это против правил и сейчас ночь. Гарри. Мне нужно найти сына. Крэг. Я знаю, кто вы, мистер Поттер, но даже вы должны понимать, что родителям и преподавателям школьные правила запрещают входить в жилое помещение колледжа без недвумысленного разрешения от... Профессор Магонакл врывается в спальню. Профессор Магонакл. Пожалуйста, Крэг, не будьте таким формалистом. Гарри, вы получили наше сообщение? Отлично. Крэг. Директор. Я просто хотел... Гарри отдергивать занавески балдахи на одной из кроватей. Профессор Магонакл. Его нет? Гарри. Нет. Профессор Магонакл. А юный Малфай? Джинни отдергивает занавески на другой кровати. Джинни. Ой, нет. Профессор Магонакл. Найдем их. Хотя бы пришлось перевернуть вверх дном всю школу. Крэг, к нам предстоит работа. Джинни и Гарри стоят глядя на кровать. Джинни. Знакомая картина, да, Гарри? Кажется, на этот раз все еще хуже. Джинни в страхе смотрит на мужа. Джинни. Ты с ним говорил? Гарри. Да. Джинни. Пришел сюда в спальню и говорил с ним? Гарри. Ну, ты ведь знаешь. И что ты сказал нашему сыну, Гарри? Мюш, ты идешь? Скорей. Извините, пожалуйста. Да. Гарри слышит упрек в ее голосе. Гарри. Я старался быть честным. Как ты и советовала. Я ничего особенного не сказал. Джинни. Ты держал себя в руках? Вы сильно поссорились? Гарри. По-моему, я не... Ты считаешь, что я опять его отпугнул, Джинни? Я способна простить одну ошибку, Гарри, тебе. Может быть, две. Но чем больше ты их совершаешь, тем сложнее прощать. Зум не работает, но я могу сделать. Надо? Сцена шестнадцатая. Хогварт-спальня. А, савяльня, простите. Скорпиус и Альбус появляются на крыше, залитой серебряным светом. Повсюду негромко ухуют совы. Скорпиус. Так что, простое конфринга, Альбус? Нет, конечно. Для таких вещей нужно экспульса. Скорпиус. Экспульса? Да мы замучаемся потом осколки по савяльне собирать. Альбус. А бомбарда? Альбус. Бомбарда, Скорпиус? И всех разбудить в Фогвартсе? Может, обомри, а? В начале времени ворота эти мы уничтожали. Альбус. Вот именно, так уже делали. Давай попробуем, даю, давай попробуем что-нибудь новенькое, ну, что-нибудь эдакое. Скорпиус. Эдакое. Многие колдуны, знаешь ли, не придают должного значения выбору правильного заклятия. Однако это невероятно важно. Мне кажется, это один из глубоко недооцененных вопросов современного колдовства. Один из глубоко недооцененных вопросов современного колдовства. Ничего себе вы образованные. Скорпиус удивленно поднимает взгляд. Позади них внезапно появляется Дельфи. Скорпиус. Ну и ну, ты что тут делаешь? Альбус. Я решил, надо послать сову, дать ей знать, что мы придумали, понимаешь? Скорпиус укоризненно смотрит на друга. Ну, Альбус. Ну, ее же это тоже касается. Сейчас, минуту. Скорпиус раздумывает, потом кивает. Дельфи. Что меня касается, вы о чем? Альбус достает время ворот. Альбус. Надо уничтожить время ворот. Что Скорпиус видел после второго задания? Ну, мне очень-очень жаль, но мы не можем больше рисковать и опять возвращаться в прошлое. Мы не можем спасти твоего двоюродного брата. Дельфи сначала смотрит на время ворот, потом на мальчиков. Дельфи. В сове вы толком ничего не рассказали? Альбус. Представь себе худший из миров. И помножь его на два. Людей пытают, везде дементоры. Тиран Волан-де-Морт. Тиран Волан-де-Морт. Мой отец мертв, а его вообще не родился. Ой, простите, а я вообще не родился. Весь мир опутан черной магией. Мы никак, мы никак не имеем права это допустить. Дельфи колеблется, потом ее лицо искажается. Дельфи. Волан-де-Морт правил? Остался жив Скорпиумс? Он правил повсюду. И это было чудовищно. Дельфи. Из-за того, что мы сделали, Скорпиумс, мы унизили Седрика. И он ужасно озлобился. А потом вообще стал упивающимся смертью. И все пошло наперекосяк. Все стало очень плохо. Дельфи внимательно смотрит на Скорпиумса. Она мрачнеет. Дельфи. Упивающимся смертью. Скорпиумс. И убийцей. Он убил профессора Невилла. Дельфи. Тогда, конечно, надо уничтожить время ворот. Альбус. Ты нас понимаешь, Дельфи? Я скажу больше. Мне кажется, что и Седрик понял бы. Мы уничтожим время ворот вместе. А потом вернемся к дяде. И объясним, что случилось. Альбус. Спасибо тебе. Дельфи грустно им улыбается и берет время ворот. Смотрит на него. И лицо ее слегка меняется. Альбус. Ух, прикольный рисунок. Дельфи, что? Плач Дельфи немного развязался. И у нее на шее видна татуированная Авгурия. Дельфи. А, Альбус. У тебя на шее. Я раньше не замечал. Крылья? Это ведь у маглов называется тату? Дельфи. А, да, это Авгурия. Скорпиус. Авгурия? Дельфи. Ну, вам на уходе за магическими существами не показывали? Ну, черные такие птицы. На вид зловещие. Кричат, когда собирается дождь. Колдуны раньше верили, что крик Авгурии предсказывает смерть. Тетка, что за мной следила, а я тогда маленькая была, держала Авгурию в клетке. Скорпиус. За тобой следила? Дельфи смотрит на Скорпиуса. Теперь, когда время ворот у нее, ей игра нравится. Дельфи. Она говорила, Авгурия кричит, потому что знает, я плохо кончу. Не очень-то я этой тетке нравилась. Юфимия Раул взяла меня только ради золота. Альбус. Тогда зачем тебе татуировка ее птицы? Дельфи. Напоминает, что хозяйка моего будущего я. Альбус. Клево. А может мне тоже тату Авгурии? Скорпиус. Раулы были вполне себе радикальные, упивающиеся смертью. Тысячи мыслей кружатся у Скорпиуса в голове. Альбус. Ну ладно, давайте уничтожать конферингу. Обомри бомбарда. Ты бы что применила? Скорпиус. Отдай. Отдай нам время ворот. Дельфи. Что? Альбус. Скорпиус. Ты чего это? Скорпиус. Скорпиус. Я не верю, что ты больна. Почему ты не училась в фокусе? Зачем ты сейчас здесь? Дельфи. Я хочу воскресить моего двоюродного брата. Скорпиус. Тебя называли Авгурией? В другом мире тебя называли Авгурией? По лицу Дельфи медленно расползается улыбка. Дельфи. Авгурией? Пожалуй, мне нравится. Альбус. Дельфи. Она быстрая и ловкая. Нацелив палочку, она отталкивает Скорпиуса, и к тому же она намного сильнее. Скорпиус пытается отбиваться, но Дельфи расправляется с ним моментально. Дельфи. Фульгари. Руки Скорпиуса плотно связаны крепкими светящимися веревками. Скорпиус. Альбус, беги! Альбус в смятении озирается, а потом пускается бежать. Дельфи. Так. Катюшка, будь добра, отключи у себя звук, а то шумишь. Дельфи. Фульгари. Альбус ошвыряет на пол, его руки тоже туго связаны. Дельфи. И это первое заклятие мне пришлось на вас наложить. Я-то подумала, куда больше надо будет колдовать. А вами управляться гораздо легче, чем Амосом. Детки. Особенно мальчики от природы такие податливые, правда? Давайте раз и навсегда. Альбус. Но почему? Что? Ты вообще кто такая? Дельфи. Альбус. Я новая палочка у Альбуса и ломает ее. Дельфи. Я новое будущее. Она берет палочку Скорпиуса и ломает ее. Дельфи. Я ответ, который искал этот мир. Сцена семнадцатая. Министерство магии, кабинет Гермионы. Рон сидит на столе Гермионы и ест овсяную кашу. Рон. Нет. Ну я прям не могу. Нет, ты подумай. В каких мерах мы с тобой даже изволите ли видеть? Не женат. Рон. Женатый или нет, из десять минут явятся гоблины обсуждать безопасность в Гринготс. Рон. В смысле? Мы так давно. И женаты так давно. В смысле? Мы так давно. Ты мякаешь. Хочешь пожить отдельно? Я тебе внятно... Тебя гусиное, это перо и все дела. Рон. Помолчи. Можешь ты хоть немного помолчать? Я хочу повторить свадьбу. Я про это читал. Как бы снова пожениться. Что скажешь? Гермиона, немного смягчаясь. Ты хочешь жениться на мне в том... Рон. Ну, мы женились до того молодые. Я... Я люблю тебя, Гермиона Грейнджер. И сколько бы лет не прошло, я рад буду по случаю объявить об этом пикучей народу. Еще раз. Требуем. Ага улыбается, притягивает его и целует. Гермиона. Сладенький ты мой, Рон. А ты на вкус как риска. Гермиона смеется. Они снова уже почти целуются. И тут входят Гарри, Джинни и Дарья. Гермиона отпрыгивают друг от друга. Гермиона. Гарри, Джинни, брака я. Очень рада вас видеть. Гарри. Сны. Они опять начались. В смысле, они не прекращались. Джинни. И Альбус... Его вчера вечером. Все хорошо. Драка где? Он на миг смущается, но продолжает. Мы с Невилом попивали огневиски в хогсместе. В хогсмеде. Ну, как водится. И опять же, как водится, решали мировые проблемы. А потом пошли домой. Поздно. Очень поздно. Ну и по такому кружевному пути мне отправиться. Потому что если влипел, то есть, что не слишком удобно. И ввели. Рон, нельзя ли ближе к теме? Любовная зима пользу пронесло. Гарри. Гарри вдруг осеняет. Гарри. Волосы у нее серебристые и синие, да? Рон, именно серебристые и синие. Ага. Гарри. Это Дельфи Дигари. Племянница Амоса Дигари. Джинни. Значит, опять Седрик? Гарри молчит, лихорадо. Гермиона. Гермиона в тревоге оглядывает присутствующих, а потом кричит в коридор. Гермиона. Этель. Открывай. Для предстоярелых колдунов и ведьм. Комната Амоса. Входит Гарри с палочкой на готове и драка. Гарри. Где они, Амос? Гарри Поттер. Чем могу служить, сэр? И драка Малфой, какая честь, Гарри. Я знаю, как использовали вы моего сына, Амос. Я использовал вашего сына? Нет. Это вы, сэр. Вы использовали моего прекрасного мальчика, Драка. Немедленно говорите, где сейчас Альбус и Скорпиус, иначе вам не поздоровится. Амос. Мне-то почем знать, где они, Драка. Бесполезно изображать старческое слабоумие. Мы знаем, что вы посылали им усов. Амос. Ничего подобного. Амос. Для Сбаканова не так уж и стары. Последний раз их видели в Хогварте на башне с вашей племянницей. Откуда они исчезли? Амос. Я понятия не имею, о чем вы. Он умолкает в замешательстве. С моей племянницей. Гарри. До любой подлости опуститесь, да? С вашей племянницей. Вот именно. Вы отрицаете, что она была там по вашему прямому указанию? Амос. Да. Отрицаю. У меня нет племянницы. Племянницы. Гарри теряет дар речи. Драка. Еще как есть. Сиделка работает здесь. Ваша племянница. Дельфини Дигари. Амос. Нет у меня никакой племянницы. Я знаю, потому что у меня никогда не было ни братьев, ни сестер. И у моей жены тоже. Драка. Надо выяснить, кто она. Сейчас же. День 3. Сцена 19. Хогвартс. Квидишное поле. Мы видим Дельфи. Она наслаждается каждым мгновением в новой сущности. Где раньше были неловкости и неуверенности, теперь лишь сила и власть. Альбус. Зачем она к видишном поле? Дельфи не отвечает. Скорпиумс. Тримудрый турнир. Третье задание. Лабиринт. Мы там, где был лабиринт. Мы возвращаемся за Седриком. Дельфи. Да. Пришло время, когда лишний перестает быть излишним раз и навсегда. Мы вернемся за Седриком и возродим тот мир, который ты, Скорпиумс, видел. Скорпиумс. Ад. Ты хочешь возродить ад? Дельфи. Я хочу вернуть чистую сильную магию. Я хочу воскресить тьму, Скорпиумс. Ты хочешь, чтобы Волан-де-Морт вернулся? Дельфи. Он единственный истинный властитель колдовского мира. Он вернется. Вы подпортили магии первые два задания. В каждом минимум два посещения из будущего. И я не намерена рисковать. А вот в третьем задании проблем нет. Так что давайте-ка начнем с него. Альбус говорит, что угодно мы не станем мешать Седрику. Он должен победить в турнире вместе с моим папой. Дельфи. Я не просто хочу, чтобы вы ему помешали. Я хочу, чтобы вы его унизили. Он вылетит из лабиринта голый на метле с лиловыми перьями. Унижение помогло один раз? Поможет и еще. И пророчество сбудется, Скорпиумс. Впервые слышу о пророчестве. Что за пророчество, Дельфи? Скорпиумс, ты видел мир таким, каким ему надлежит быть. И сегодня мы его возвратим. Альбус. Мы не станем. Мы тебе не подчинимся, кто бы ты ни была. К чему бы ты нас не принуждала. Дельфи. И еще как подчинитесь. Альбус. Тебе придется использовать империю. И подчинить меня полностью. Дельфи. Нет. Чтобы пророчество сбылось, действовать должен ты, а не марионетка. Унизить Цедрика должен ты сам. Простым проклятием под властье тут не обойтись. Я заставлю тебя иначе. Она достает палочку и направляет ее на Альбуса, который гордо вздергивает подбородок. Альбус. Валяй, старайся. Дельфи смотрит на него и переводит палочку на Скорпиумса. Дельфи. Хорошо. Альбус. Нет. Дельфи. Да. Я так и думала. Это для тебя страшнее, Скорпиумс. Альбус. Что бы она мне ни сделала, нельзя, чтобы она, Дельфи, круцио. Скорпиумс кричит от боли. Альбус. Да я тебя сейчас, Дельфи смеется. Ой. И на что ты способен? На великий колдовской провал? Позорное пятно на семейном имени? Стать лишним? Хочешь, чтобы я не мучила твоего единственного друга? Тогда делай, что тебе говорят. Она смотрит на Альбуса. Его взгляд непоколебим. Дельфи. Нет? Круцио. Альбус. Хватит. Пожалуйста. Вбегает очень бодрый Крэг. Крэг. Скорпиумс. Альбус. Вас все ищут. Альбус. Крэг. Беги. Беги за помощью. Крэг. А что тут такое? Дельфи. Провода кедавра. Света летит через сцену. Молния отшвыривает Крэг и немедленно его убивает. Повисает тишина. И длится она очень долго. Дельфи. Ты что? Не понял? Мы тут не в игрушки играем. Ты мне полезен. Твои друзья? Нет. Альбус и Скорпиумс смотрят на тело Крэга. У них разверся ад. Дельфи. Я долго не понимала, в чем твоя слабость, Альбус Поттер. Думала, гордость или желание впечатлить папочку. А потом я догадалась. У тебя же слабость, что и у твоего отца. Дружба. Ты исполнишь все, что велено. Иначе Скорпиумс умрет. Она смотрит на обоих. Волан-де-Мортво царица вновь, и Авгурия восядет подле него. Как и сказано в пророчестве, Когда лишние боли не излишни, Когда время вспять повернется, Когда незримые дети убьют отцов, Тогда черный лорд вернется. Она улыбается, А потом рывком притягивает Скорпиуса к себе. Седрик. Лишний. А Альбус. Она рывком притягивает к себе Альбусы. Незримое дитя, Которое, перекраив время, Уб... И тем возвратит черного лорда. Время ворот начинает вращаться. Дельфи кладет на него руки мальчиков. Поехали! Ослепительный световой вихрь. Оглушительный шум. И время останавливается. Затем оно поворачивается, Замирает, Словно в раздумье, И раскручивается назад. Сначала медленно, Затем все быстрее, Быстрее. Что-то чавкает, И раздается грохот. Темнота. Сцена двадцатая. Тремудрый турнир, Турнир, Лабиринт, 1995 год. Лабиринт, Спиральные живые изгороди, Которые непрестанно движутся. Дельфи решительно идет по лабиринту И тащит за собой Альбуса и Скорпиуса. Их руки связаны, А ноги переступают неохотно. Люда Шульман. Дамы и господа, Мальчики и девочки, Мы открываем Грандиознейший, Великолепнейший, Единственный и неповторимый Тремудрый турнир! Громкие ликующие звуки. Дельфи поворачивает налево. Те, кто из Хогвартса, Поприветствуйте всех! Громкие ликующие звуки. Те, кто из Друмштранга, Поприветствуйте всех! Громкие ликующие звуки. Те, кто из Бальстека, Поприветствуйте всех! Оглушительные ликующие звуки. Дельфи с мальчиками отступают, Потому что на них надвигается изгородь. Люда Шульман. Французы, наконец, показали, На что они способны. Дамы и господа, Я представляю вам Последнее задание Тремудрого турнира. Лабиринт – загадка. Все проникающая, Неуправляемая тьма. Лабиринт – он живой. Живой! Виктор Крум проходит по сцене, Пробираясь сквозь лабиринт. И зачем рисковать? Проходи через этот живой кошмар. А затем, что в сердце лабиринта Таится кубок. В таинственных зарослях Спрятан тримудрый приз. Дельфи, где он? Где Седрик? Ребята, отключилась конференция, В зуме кончилась зарядка, простите. Так что только здесь продолжаем. Кусты едва не раздирают Альбуса и Скорпиуса. Скорпиус, Кусты нас хотят убить. Все веселее и веселее, Дельфи. Ну-ка шагайте, не то пожалеете, Люда Шульман. Какое изобилие опасностей! Зато какие манящие награды! Кто пробьется внутрь? Кто падет перед финальным препятствием? Кто среди нас истинные герои? Время покажет, дамы и господа! Время покажет! Они шагают по лабиринту. Дельфи тащит за собой Скорпиуса и Альбуса. Когда она уходит чуть вперед, у мальчиков появляется возможность переброситься парой слов. Скорпиус, Альбус, надо что-то делать. Альбус, да что? Мы же связаны, наши палочки она сломала и угрожает убить тебя. Скорпиус, если это предотвратит возвращение Волан-де-Морта, я готов умереть. Альбус, правда? Скорпиус, тебе не придется долго меня оплакивать. Она укокушит меня, вскоре прикончит и тебя. Альбус, лазейка в работе, время ворота. Правило пяти минут. Нам главное время потянуть. Скорпиус, не выйдет. Очередная изгородь сдвигается, и Дельфи тащит Альбусу и Скорпиуса за собой. Они продолжают идти по этому безвыходному лабиринту. Люда Шульман. А теперь позвольте мне напомнить, как сейчас обстоят дела. На первом месте ничья. Мистер Седрик Дигари и мистер Гарри Поттер. На втором месте мистер Виктор Кру. А на третьем месте мисс Флёр де Лаклёр. Внезапно Альбус и Скорпиус выскакивают из-за изгороди и бегут. Альбус, куда она делась? Скорпиус, тебе не все равно. Нам куда-то? Как ты думаешь? У них за спинами в воздух поднимается Дельфи. Она летит. Причем без метлы. Дельфи, бедные вы создания. Она швыряет мальчиков на землю. Думали от меня убежать? Альбус. В изумлении. Ты же даже не на метле. Дельфи. Метлы неудобные и бесполезные. Три минуты прошло. Осталось две. И вы сделаете все, что велено. Скорпиус. Нет. Не сделаем. Дельфи. И вы считаете, что вам под силу побороть меня? Скорпиус. Нет. Но мы можем не подчиниться. Если пожертвуем жизнью, Дельфи, пророчество должно исполнено быть. И мы его исполним. Скорпиус. Пророчества сбываются далеко не всегда. Дельфи. Ошибаешься, дитя. Пророчество – это будущее. Скорпиус. Но если пророчества не избежать, зачем нам влиять на события? Ты сама себе противоречишь. Ты считаешь, что пророчество нужно исполнить, и поэтому тащишь нас через лабиринт. Но из-за этого следует, что пророчество можно и аннулировать, предотвратить. Скорпиус. Дельфи. Ты слишком много болтаешь, дитя. Круцио. Скорпиус корчится от боли. Альбус. Скорпиус. Скорпиус. Ты хотел испытания, Альбус. Вот оно. Мы его пройдем. Альбус смотрит на Скорпиуса. Скорпиус. Наконец-то понимая, как поступить. Он кивает. Дельфи. Тогда вы умрете. Альбус. Да. Мы умрем. И умрем радостно, зная, что помешали тебе. Дельфи вне себя от ярости взмывает выше. Дельфи. У нас нет времени на ерунду. Кру. Загадочный голос. Экспила. Экспилярмус. Хлопок. Палочка. Дельфи вылетает у нее из рук. Скорпиус ошарашенно наблюдает. Загадочный голос. Брахио биндо. И Дельфи связано. Альбус и Скорпиус дружно оборачиваются и потрясенно глядят туда, откуда пришла помощь. На красивого юношу лет семнадцати. Седрика. Седрик. Не приближайтесь. Скорпиус. Ты ведь... Седрик. Седрик Дигари. Я услышал крики и не мог не прийти. Назовитесь чудовище. Я буду с вами сражаться. Альбус в изумлении смотрит на Седрика. Альбус. Седрик. Скорпиус. Ты нас спас. Седрик. Вы тоже часть задания? Препятствия? Говорите. Я вас должен победить. Пауза. Скорпиус. Нет. Просто освободите. Это и есть задание. Седрик размышляет, пытаясь понять, не ловушка ли это. А потом взмахивает палочкой. Седрик. Эмансипария. Эмансипария. Мальчики освобождены. Седрик. А теперь мне дальше идти, да? До конца лабиринта? Мальчики смотрят на Седрика. И взгляды полны печали. Альбус. Я боюсь, тебе придется пройти лабиринт до конца. Седрик. Тогда я пошел. И Седрик целеустремленно идет прочь. Альбус смотрит ему вслед. Отчаянно хочет что-нибудь сказать, но не знает, что именно. Альбус. Седрик. Седрик оборачивается. Альбус. Твой папа тебя очень любит. Седрик. Что? Позади них Дельфи потихоньку начинает двигаться. Она ползет по земле. Альбус. Я просто подумал, что лучше тебе еще раз это услышать. Седрик. 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 Скорпиус, напрочь. Мы застряли здесь. В этом времени. Неведомо каком. И неведомо, что она там задумала. Альбус, Хогвартс вроде такой же. Скорпиус, да. И нам нельзя показываться. Бежим, пока нас не заметили. Альбус, надо остановить ее. Скорпиус, Скорпиус, я знаю. Но как?